Всем привет! Добро пожаловать в мою вторую часть оранжереи. Вот наконец-то уже все растения у меня с улицы переехали в дом. Это у нас тут бассейн, но он без воды у нас чаша, а вот растюшки здесь вот у меня стоят. Хочу еще показать, я никогда не показывала в своих видео свою функцию. Она у меня летом стояла на улице. Я ее причем очень хорошо обрезала где-то в начале лета, ну весной, наверное, полностью срезала. Вообще она старая была. И вот смотрите, она дала новые побеги, молодые. И посмотрите, она вся-вся-вся в бутонах. Очень красивая. Она, конечно, когда цветет, очень эффектно смотрится. И, конечно же, очень разнообразие большое сортов фуксии. Кто увлекается, наверняка знает. Вот такой веселенький цветочек. Здесь рядом герань. Она у меня тоже на улице стояла. И она, посмотрите, все время цветет. И знаете, вот я когда занесла, конечно, но они у меня уже здесь, наверное, недельку стоят. Вот листочки начали просто желтеть, видимо. Перемена на улице больше нравится растению. Ну вот я просто убираю эти желтые все. И раз уж про герань заговорили, вот здесь вот еще моя красавица герань. Мне она очень нравится. С такими мелкими листиками. Не знаю, как сок называется. Но она очень веселенькая. Я уже сказала, что это вторая часть моей оранжереи. Так как уже растения у меня очень сильно разрослись за лето. И добавилось еще много новых жителей. И поэтому пришлось сюда тоже растения ставить. Ну пойдемте я вам покажу, кто у меня здесь поселился. Некоторых растушек вы вообще у меня не видели, потому что я как-то все не доходит для них. Я их вообще не снимаю. Ну вот здесь у меня вот ряд стоят генридии вдоль бассейна. Думаю, если даже в году наберем, им очень понравится здесь. Ну они, конечно, у меня все в цвету. Они меня, конечно, порадовали очень в этом году. Глабра, конечно, вообще шикарная. Такие насыщенные предсветники. Вот здесь я еще не успела убрать, потому что после улицы, конечно, сказалось помещение. Им больше нравится свежий воздух. И здесь стали осыпаться и листья желтеют. Ну и вообще, как бы на дворе уже осень-то. Но я сейчас просто дождусь, когда предсветники цветные совсем уже опадут. Я сниму видео, как я их буду обрезать. То есть я их обрежу капитально. Вообще планируем, конечно, запустить бассейн, набрать чашу воды. И вот хочу вас спросить, как вы думаете, здесь будет влажность процентов 80, а то и больше, наверное, даже. То есть понравится ли вообще растение? Может быть, есть у кого-то опыт уже в бассейне, у кого-то стоят растения? То напишите. И вот моя бугибилия тоже сюда переехала. Роуздук Бойс, потому что она очень большая. И она пытается еще развести у меня. То есть такое цветение, как было весной, такое, знаете, обильное. Но все же цветет. Предсветники очень огромные, красивые. А здесь же у меня два сорта. Вот видите, второй сорт. Ну, как-то скудновато. Он что-то не хочет. Ну, не знаю. Может быть, обрезку тоже буду ей делать. После обрезки, может быть, весной. Хочется, конечно, чтобы два сорта увидеть на ней. Ой, извините, немножко оговорилась. Сорт называется Бойс Де Лоуз. А то я это просто сказала. Вот тоже я занесла, и у нее тоже листья стали вот желтеть. Это тоже ей не нравится. Она стояла у меня там на веранде. На веранде больше света. Здесь вот западная сторона, а там восток. Ну, она, конечно, адаптируется. Сейчас какое-то время здесь погодит. Ну, листья зеленые, они и не нужны, в принципе, нам в бенвиле. Ничего страшного. Ну, вот каждый день я, конечно, убираю листья прямо горстями. Ну, это нормально. Тем более осень. Скоро обрезка будет. За лето, конечно, папоротник разросся, потому что он вообще на улице у меня был. Прям очень хорошо разросся. И у него там немедленно прямо, знаете, эти новые веточки выпускает. Прям очень много. Ну, папоротник, думаю, оценит, конечно, если вода будет в бассейне, ему это будет вообще просто замечательно. А это моя изюмка. Она, конечно, на меня обидела. Несколько снимала видео, а вот про нее никогда не рассказывала. Я ее вырастила сама из череночка, из маленького. И вот она такая дыдла выросла выше меня ростом. Я ее, кстати, планировала обрезать, чтобы она у меня деток-то выпустила. А тут смотрю, вот посмотрите внизу-то. Смотрите, какая детка классная. И у нее вот тут детки вылазят. Прям много-много-много вот здесь на стволу. Вот я прям вижу точки роста такие. То есть она вообще сама по себе-то распушится. Ну, конечно, она когда будет большая, я ее срежу. Ну, конечно, мне жалко. Тут такие листья сочные прям вообще. Ну, посмотрю. Если, в принципе, как здесь место позволяет, пусть она растет до потолка. Ну, сюда вот переехал у меня бутилон. Ну, это сорт обыкновенный. У меня это что-то раскладилось только много. Вот один сюда поставила. Тоже вот нужно его обрезать. Видите, вытягивается. Ну, вот жалко, думаю, пусть подсветет. А потом я его хочу, конечно, вот чтоб пушистый такой кустик был. Одного-то на штамбе выращиваю, а этот хочу пушистым. И сегодня, кстати, выкладывала фотографию желтый бутилон в сообщество. Конечно, тоже цветет вообще красиво. Они вообще неприхотливые бутилоны. А это моя кислица. Тоже такая большая. Мне нравится. Вообще у нее цвет листьев очень такой. Среди зелени очень заметно выделяется. Тоже такой неприхотливый цветочек. И цветет так мило. А это моя плансетия красотка. Посмотрите, после обрезки какая она у меня наросла. Просто шапка такой. У меня, кстати, есть на канале видео, как я ее обрезала. Если кому интересно, можете зайти и посмотреть. И вот эта вот плансетия, она у меня в прошлой зимой зимовала здесь, в бассейне. И что, в принципе, она у меня зацвела. То есть ей для закладки именно цветных прицветников требуется сокращение, чтобы сверху, допустим, на нее падал. Ну, допустим, 6 часов, например, да. И как раз здесь естественные условия. То есть на улице темнеет, и здесь, соответственно, темно. И в это время она закладывает цветочные почки. Это софт у меня красная, пуансетия. А сейчас я вам покажу белую. Это кустик у меня белой пуансетии. Он тоже у меня, обрезка у него была хорошая. И вот тоже я его сюда принесла, чтобы он заложил цветочные почки. Здесь у меня будут зимовать лаванда в ящичке и африканская ромашка. Это моя генвелия большая, которую я обрезала и делала ей прививки. Но вот прививки, они уже, в принципе, расти же стали. Оставила я ее на ночь на улице, было холодно и все. Пропали мои прививки. В общем, все я убрала. И сейчас я ей формирую крону. А прививочки, естественно, сделаю позже, ближе к весне. Зато посмотрите, как утолщился у нее ствол. Видите, вообще классно. Видите, какой, смотрите, вообще супер. Это после обрезки. Утолщается стволик. Это, кстати, мамочка всех моих вот этих бугенвилей, которые стоят в сорт лавров. Вот они, ее деточки стоят. Все красотки. Мамочки, конечно, не дали подсвести в этом году. Обрезали. Ну, здесь мой замик стоит. Такой вот он большой. Думаю, что ему здесь вообще понравится, потому что в доме вообще места нет. Видите, здесь я его развязала. Он раскинул. Ему здесь место позволяет. То есть он, я думаю, за зиму сейчас еще выпустит несколько листов. И так же моя драцена. Драцена моя уже такая старая, уже не знаю лет сколько лет. Ну, больше двадцати это точно. Она просто здесь вот сломанная была при переезде уже давненько. И причем, знаете, она сама по себе начала очень давать побеги боковые. Вот видите, причем такие, знаете, толстые такие. И вот по всей прям я вижу. Ну, тоже вот здесь она мне будет зимовать. Думаю, что здесь я хорошо буду. А это мой перец ждет своей участи, когда станет наджикой. Вырастила его сама. Видите, какой урожай большой. А это вот такое красивое растение. Оно многолетнее, но ему как бы вот на зимовку нужно было унести с улицы. Если кто-то знает, можете написать мне в комментариях. Это вообще садовое растение. Ну, оно такое арпельное. Очень нарядно смотрится. Постоянно цветет беленькими цветочками. Но, к сожалению, просто не помню его название. И здесь же вот мой катарантус. Ну, это тоже садовое растение, но можно выращивать его и дома. Очень веселенький, постоянно цветет. Мне прям очень нравится. И вот сорт арпельный, который вообще классный. Вот такой небольшой обзор получился моей оранжереи, которая переехала в бассейн. Увидимся в следующем видео. Удачных выходных!